Это видео я снимаю по просьбе одного из пользователей. Человек спросил, как спаять силикон. Будь то силикон с силиконом, или же силикон с поролоном. В предыдущем видео, где я делал предварительный обзор на приманку Swamura One Up Shed, я показывал, как я укрепил головную часть, чтобы она не разбивалась, при оснащении обычным овсетным крючком, вот таким кусочком более плотной резины. И сейчас я покажу, как очень просто можно, имея элементарные подручные приспособления, спаять резину с резиной, будь то просто порванная приманка, например, вот такая на две части, будь то приманка рваная, разбитая рыбой, или будь то поролон, к которому мы припаяем кусочек силикона. И также еще некоторые тонкие моменты, которые будут, наверное, тоже интересны, если кто-то вдруг не знает. Начнем с того, что нам потребуется. Потребуется нам элементарная зажигалка и, если нужны, ножницы. Больше ничего. Ну, собственно, сам силикон. Силикон потребуется как плотный, вот такой, это манс, вот такой манс, вот кусочек от Теоги. Так потребуется силикон, например, вот мягкий, как китэч. Если мы хотим спаивать силиконы рыбки, как бы разных производителей, укреплять головную часть или что-то типа того, тогда нам потребуется твердый силикон и, собственно, та мягкая приманка, которую мы укрепляем. Если же мы хотим просто спаять рваную приманку, вот, например, возьмем вот такой граулер от Гэри Энглера. Просто на рыбалке мне не нужна была полная его длина, и я его вот так ногтями разломал на две половинки, ловил вот на такую. Если вдруг мы хотим снова ловить на полную приманку, мы берем, прикладываем, смотрим, как оно было. Можно даже по цветам также подобрать, если он двухцветный. И зажигалкой элементарно разогреваем обе половинки, не допуская перегрева, чтобы он не загорелся. Просто слегка разогреваем и быстро вот так прикладываем. Не знаю, получится у меня сейчас в первый раз или нет, по-моему, я плохо прогрел. Ну вот, в принципе, получилось. Вот целая приманка. Одно движение, приманкой можно снова ловить. Так, если приманка у нас разбилась на рыбе, есть какие-то вот тут зарубочки очучьих зубов, или там окунь потрепал, то же самое элементарно. Оттягиваем, слегка разогреваем и держим в месте, где была зарубка. Все. Тоже очень просто. Следующий момент. Чтобы быть кратким, я немножко все это в таком темпе рассказываю, чтобы не затягивать. Следующий момент – это поролон и силикон. Мы берем поролонку. Для чего нам нужно прикреплять к поролону силикон? Ну, два момента. Либо хвостик мы отрезаем и приляпываем сюда какой-то активный элемент, вот, например, пятку или твистерный хвост, придавая поролонке активности. Ну, по мне, это прошлый век и немножко нецелесообразно. А вот переднюю часть поролонки для оснащения и офсетников, чтобы здесь не взорвалось, ну, можно ниточкой так вот примотать, ну, тогда мы уже отсюда не снимем, потому что нитку мы приматываем и клеем прокапываем. А чтобы можно было приманку менять, мы просто берем вот манс старый, древний, перекрашенный, отрезаем головной сегмент вот такой примерно отрезаем точно такой же сегментик у поролонки примерно примеряем ну, да, вот так вот и делаем ту же самую манипуляцию разогреваем силикон здесь поролон греть уже не нужно поролон иначе вспыхнет моментально разогрели приложили плотненько вот так и ждем когда у нас силикон протечет туда в поры поролона и хорошенько там закрепится вот немножко у меня кривовато получилось сейчас я переделаю вот видим как очень плотно оно схватилось что просто невозможно расцепить даже переделывать не буду сейчас весь подплавлю а потом просто поролонку подрежу чтобы было красиво практического какого-то практической разницы в этом какой-то большой нету криво оно или очень ровно ну, разве что может быть немножко приманку если сильно криво будет колбасить ну, если вот так чуть-чуть просто ножницами подрезали все излишки поролона горбик получился его можно тоже срезать и вот что у нас получается теперь можно спокойно монтировать эту приманку на овсетный крючок ну, сейчас возьму овсетник вот, например, такой снимем отсюда эту поролоночку два цвета очень хороших фиолетовый и зеленый очень универсальные у нас очень хорошо работали всегда вот продели ну, а овсетник чуть мелковат и такой поролонки вот, на скорую руку вот так получилось ну, а овсетник конечно нужно побольше и поддев покрупнее и сам по себе номер побольше ну для того, чтобы просто показать, как это выглядит вот наглядный пример к моменту же прикрепления каких-то активных элементов к поролонке почему я считаю это нецелесообразным по одной простой причине есть такие грузики эксцентрики вот такая форма груза вот такая форма грузика для того, чтобы сделать сделать из него сделать из него тоже слаг по мне такая игра получается интереснее и голову тоже вот укрепил кусочком манса с таким грузиком приманка как бы грузик сам по себе на проводке издает вот такие вот колебания стороны в сторону покачивается и передает все это на приманку и получается очень интересная игра похожая на такую размеренную игру воблерах мину на равномерке очень хорошо действует на судака щуку любого хищника поэтому какие-то твистерные хвосты крепить это по мне так совершенно нецелесообразно и даже думать об этом не стоит ну в принципе все как скрепить приманки очень просто сейчас я еще покажу как спаять знаменитого франкенштейна вот у меня есть кусочек оборванного белого баллиста и вот тот самый цвет кола которые прекрасно сочетаются друг с другом надо лаки джона посоветовать чтобы они начали производить вот такие двухцветные приманки потому что ловис здесь просто волшебные сумасшедшие для себя просто случайно открыли это просто порвались приманки на рыбалке решили склеить и с первого же запроса начали ловить окунь за окунем и вот уже наверное года три мы ловим вот на такой франкенштейн в любом водоеме будь то прудик маленькая речка большая река везде этот цвет работает по окуню щука клюет в этом году еще и жерех очень интересно вот берем два цвета белый и какую-то моторку но чаще мы колу применяем отрезаем вот получается хвостик можно причем брать белый хвостик темную головку ну или наоборот сути нет то есть две приманки порезали и две из них спаяли так прикладываем берем зажигалку и растапливаем вот загорелось немножко я упустил момент но это не критично главное чтобы совсем оно не вспыхнуло и вот получается наш франкенштейн двухцветный резинка также хочется отметить то что резина лаки джон начала краситься раньше вот так вот спаяешь оно лежало ну там год пролежит и останется белое белым а темное темным сейчас же вот область соприкосновения вот в этом вот месте делается такая мутно-бело-непонятного цвета а если же использовать резину Crazy Fish то она вообще там полежит месяц и вся перекрашивается в один такой мутно-коричневый цвет то бишь перед рыбалкой прям сделали себе пару таких приманок половили скорее всего их оторвали и все хранить там заготавливать какую-то огромную партию смысла нет небольшое дополнение забыл сказать что есть резина которая не терпит контакта друг с другом например такая марка как Rebex которую некоторое время назад очень активно пиарили она никак не любит соприкосновения с резиной например вот кстати я не знаю что за резина но с китэчем тем же там с лаки джоном она соприкасаться не будет она будет плавиться от них поэтому учитывайте тот момент когда будете паять разные резинки чтобы материал этих резинок не вступал в химическую реакцию иначе ничего хорошего не выйдет это то же самое по аналогии как клеить пенопласт клеем момент который его просто топит так что такой тонкий момент и учитывайте его если захотите паять приманки там укреплять их или еще что-то в следующем видео я расскажу о таких интересных маленьких рачках хобби хок от лаки джона в размере 1.2 дюйма по пассивному окуню вот эта вот штучка маленькая творит просто чудеса когда уже вот такие вот маленькие твистерки перестают работать когда франкенштейн он кушать не хочет вот такого вот рачка на рывковой проводке над в одном поводке или на микроджиге просто сметает не дает ему проходу конкретно данный цвет данный размер творит просто чудеса в следующем видео обязательно о нем расскажу